Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Загрузка пляжей превысила показатель в 100%. Почему следом не вырос уровень сервиса, пришлось выяснять мэру. Фонтаны будут работать до полуночи, а у мусорных баков появятся дежурные. Об этом шла речь на планерке главы города. Посмотрите направо, посмотрите налево. В Сочи проверили экскурсионные автобусы, точнее, как они паркуются. После открытия нового роддома в старый переедет гинекологическое отделение. А сегодня здесь выхаживают малышей весом от полукилограмма. Председатель российского правительства посетил с рабочим визитом Краснодарский край. Дмитрий Медведев осмотрел сельскохозяйственные предприятия Дзенского района, а также встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым. Премьер-министр и глава региона оценили, как организована работа крестьянско-фермерского хозяйства Ильченко, специализирующегося на растеневодстве и животноводстве. Там создан полный цикл производства молочной продукции. Также Дмитрий Медведев и Вениамин Кондратьев осмотрели поля одного из крупнейших сельхозпредприятий края – агрохолдинга «Кубань». А тем временем в край побит новый зерновой рекорд. 10 миллионов тонн собрались с полей Кубани. Это самый крупный за всю историю урожай. Окончание жатвы отметили с не меньшим размахом. В Краснодар со всего края приехали комбайнеры, агрономы, селекционеры. На праздники побывали и наши краснодарские коллеги. Пять дней потребовалось, чтобы приготовить этот кулинарный шедевр. А еще больше сотни килограммов муки, 400 яиц, около 20 килограммов сахара и маргарина. На каравае вся Кубань – от колоссистых полей до виноградников. Символ дня урожая готов. Остались детали. Очень много времени уходит на изготовление украшений. Они очень мелкие, их нужно вручную все делать. Это ромашки, цветочки полевые, маки, мельница, рог изобилия. Все украшения – корона самого каравая. Вот он уже во всей красе ждет своего часа – 200-килограммовый символ урожая этого года. Кубань побила собственный рекорд и собрала 10 миллионов 152 тысяч тонн зерна. Это общая победа хлеборобов, агрономов, ученых, механизаторов, селекционеров и комбайнеров. День урожая на Кубани празднуют шумно с песнями, танцами, а еще хлебом и солью встречают дорогих гостей. Большой праздник начинается прямо на улице. Перед Олимпом на один день построили кубанские хаты и куреня. А в них все дары Краснодарского края – овощи, фрукты и, конечно же, хлеб. Кубань, она полна душою. Вот как работают от души, так и празднуют от души. И стол от души накрывают. Смотрите, везде слово «полный» – главное. Жизнь на Кубани полна этой самой жизни. Солнца полна, воздуха простора полна. Поэтому Кубань, она такая всегда жизнелюбивая. Я не знаю, как у станичников, но у городских уже слюнки текут. И здесь готовы накормить всех настоящими кубанскими продуктами. И говорить об импортозамещении уже не приходится. За такими результатами кубанских аграрьев кроются не только разработки ученых и современная техника, отмечает советник президента, а в прошлом – министр сельского хозяйства России Николай Федоров. Но и работоспособность, и характер земледельцев. К слову сказать, Федоров специально приехал на Кубань в день урожая, чтобы поздравить хлеборобов с их праздником. Вот есть такая общеизвестная народная мудрость российская – один в поле не воин. Но кубанцы эту пословицу, эту мудрость, они скорректировали. Насколько мне известно, и один в поле воин, если он по казачьи скроен. И в этом смысле вот характер кубанцев, который мы сейчас наблюдаем, это еще все-таки сохранение вот этого духа, вот этих традиций. Всех, кто работал над новым рекордом, уже в зале поздравляет и благодарит глава региона. Сегодняшние 10 миллионов тонн зерна – это не предел, отмечает Вениамин Кондратьев. По мнению селекционеров, регион может собирать в среднем до 100 центнеров с гектара против сегодняшних 60. Наш урожай в этом году богатырский. Он весит более 10 миллионов тонн. Это настоящая победа. Вы добились ее, как принято в казачьем крае. Как добивались ее наши отцы и деды. Трудом и потом. Благодаря вам наша страна вновь на передовой. Россия вошла в мировые лидеры по экспорту зерна. А наш Краснодарский край, наша Кубань смело держит статус гаранта продовольственной безопасности страны. И я уверен, мы все уверены, что сможем накормить не только себя, но и всю Россию. Хочу вам сказать огромное спасибо за рекордный урожай, за труд и за любовь к родной земле. С праздником, с богатырским урожаем. В этом году сразу несколько муниципалитетов стали лидерами наивысшей показателя у Северского, Приморско-Ахтарского, Калининского и Каневского районов. Доля последнего в Секубанском каравае 555 тысяч тонн. В этом же районе и чемпионы жатвы. Сразу два комбайнера Александр Веретенников и Александр Терехов стали лучшими. В этом году уборка была, как сказать, ну перебивал дождь, все у нас, но у нас бог, как говорится, милый. Там два-три дня и все, и пошло. Накормим все, Кубань, Россию, Москву, всех накормим. Хлеба собрали достаточно. Чемпионы жатвы в качестве главного приза получили автомобиль. В отличие от своего земляка, Александр Веретенников стал лучшим во второй раз и снова пополнил домашний автопарк. Второй раз, наверное, еще волнительнее, чем первый раз. Чувства, чувства победителя, какие чувства, радости, гордости. В 2014 году Молот Краевой был на день рождения моей супруги. Я ей привез такую машину, а теперь себе заработал. Без сна и отдыха, всю уборочную страду, и они лучше других знают цену этого урожая. Для главных виновников праздника и большое красочное шоу, лучшие творческие коллективы региона. Кубанский казачий хор, артисты Краевой филармонии и музыкальный театр – все на одной сцене. В постановке задействовано несколько сотен человек. Все номера готовили специально ко дню урожая. Поздравить хлеборобов на Кубань приехала Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». Загрузка осочинских пляжей превысила показатель в 100%. Об этом сообщили в Министерстве курортов Краснодарского края. Этого следовало ожидать, ведь администрации города проделана огромная работа по массовому привлечению отдыхающих. Мечта тех, кто занимается курортным бизнесом, сбылась. Однако не все понимают, что в новых условиях необходимо повышать уровень сервиса. Глава Сочи накануне побывал на пляжах Лазаревского района и убедился в этом лично. Глава города и председатель городского собрания Сочи инспектировали отдаленные от центра поселка Лазаревское пляжные территории, которые не менее популярны у отдыхающих. Претензии к арендаторам Анатолий Пахомов стал предъявлять, еще не дойдя до галечной полосы. По пути к пляжам Лагуна и Чайка пришлось буквально проникать сквозь хаотичные лодочные гаражи и торговые палатки. В нарушении норм сюда подведены и коммуникации, что вынудило руководство курорта подвергнуть жесткой критике работу надзорных органов. В апреле месяце вам дали подроспись и сказали, мы за вас разработали и сказали, что понимая, что у вас наиболее демократичный должен быть, вот оно сделано как. Такое это недорогое удовольствие. Перед началом летнего сезона в мэрии Сочи для арендаторов пляжей разработали дизайн-проекты. Наряду с требованиями правил благоустройства в них учтены в первую очередь пожелания самих отдыхающих. Эскизы лазаревских пляжей Анатолий Пахомов взял в инспекционный визит для наглядности. Солярье, скамейки какие должны быть, вышку, которая не позорная. Но все же оно под одну гребенку не должно быть. Нет, ну извините меня. Под одну гребенку. Если детский лагерь сегодня обложили налогами. И обязательно туалет. На этом пляже нет туалет, а ближайший через железнодорожные пути. Душевые платные, и их не хватает, как и раздевалок. Под ногами огромные камни и валуны, которые выносит река во время ливней. При этом отдыхающих на пляже немало. Это значит, что арендатор получит хорошую прибыль по итогам высокого сезона. А почему камни не вывозим с пляжа? Валуны и не камни. У нас речка рядом. Нам их каждый год выбрасывает речка. Главой города поставлен срок в два дня устранить выявленные нарушения. В том числе увеличить количество пляжного оборудования. Многие арендаторы обустраивают свои пляжи в соответствии с НИПами, с требованиями по оснащению пляжных территорий, не учитывая турпоток. В этом году у нас турпоток возрос в несколько раз, особенно на периферийных территориях. И этого количества оборудования недостаточно. На этой неделе глава города намерен совершить повторный обход пляжей в Лазаревском. В случае, если арендатор все же не выполнит условия по организации безопасного и комфортного отдыха гостей, к нему будут применены штрафные санкции. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. На курорте оптимизируют организацию дорожного движения. В Сочи прошли рейдовые мероприятия. Особое внимание к работе туристических автобусов. Незаконный паркинг экскурсионных автобусов в центре Сочи, в том числе создает угрозу личной безопасности граждан, отмечают участники рейда, специалисты администрации Сочи и сотрудники полка ДПС. Доставляя людей к экскурсионным объектам, водители оставляют транспорт прямо на проезжей части. Брошенный автобус, припаркованный в зоне действия знака, запрещающего стоянку или остановку, загромождает проезжую часть, что и увеличивает проблемы на дороге. Ко всему прочему, пассажиров зачастую высаживают в местах, для этого не предназначенных. В ходе рейда инспекторы ДПС составили на водителей административные материалы за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Штраф – 2000 рублей. А представители мэрии провели профилактические беседы с водителями экскурсионных автобусов. Подобные рейды будут проводиться регулярно. В Сочи найден пропавший сотрудник Кавказского биосферного заповедника. Руководство учреждения с просьбой о помощи накануне обратилось в Южный спасотряд. 7 августа мужчина должен был подняться с лагеря Старый Уруштен к метеостанции Джуга и сообщить об этом в заповедник. Но до вечера на связь так и не вышел. Сегодня в 6 утра с базы спасотряда вылетел вертолет со спасателями и медиком на борту. Мужчина был найден через пару часов. 61-летний сотрудник заповедника получил травму ноги. Два дня назад порезал ее и не мог передвигаться, потерял много крови. На месте происшествия медик МЧС оказал мужчине необходимую помощь. Позже он был передан сотрудником скорой помощи. Количество туристов в Сочи бьет рекорды. На сегодняшний день одномоментно на курорте отдыхают 275 тысяч человек. Что на 35% выше комфортной способности размещения гостей в городе. В связи с таким наплывом туристов необходимо тщательно следить за безопасностью людей и санитарной обстановкой. Об этом и не только. Сегодня шла речь во время планерного совещания с главой города. Расскажет Татьяна Говоркова. Началось планерное совещание с представления нового руководителя отдела полиции центрального района. Место Геннадия Толокнова теперь занял Александр Бондарь. Как отметил мэр, теперь главный район курорта в надежных руках, а безопасность города сейчас крайне необходима. Ведь в Сочи одномоментно находится 275 тысяч отдыхающих. Норма для курорта 200 тысяч. А значит, весь номерной фонд загружен на 100%. Больше полусотни туристов проживают в частном секторе у знакомых либо в жилых вагончиках или в кемпингах. Больше людей, значит, возрастает нагрузка на коммунальные службы. И с этой задачей курорт справляется. В целом город справляется. Я думаю, что надо отдать должное работе глав районов и коммунальщикам. И быть честным, что при таком количестве туристов, конечно, увеличивается втрое. Он действительно огромен в большом количестве. Это вывозится. В три раза больше вывозится. Куда вывозится? Вывозится за пределы города Сочи. Стоит отметить, что большое количество мусора на контейнерных площадках строительного, а вывоз которого нужно оплачивать дополнительно. Во избежание нарушения санитарной обстановки на курорте, на площадках, которые чаще всего оказываются переполненными, будет вестись мониторинг и круглосуточное дежурство. А каждый случай незаконного выброса отходов рассматривается в полиции. Глава города поручил вести контроль за чистотой во всех районах курорта, регулярно мыть тротуары, поливать зеленые насаждения и убирать листво. Проводить ежедневные субботники необходимо и объектам торговли. Мэр также рекомендовал оставлять включенными до полуночи городские фонтаны. На планерке обсудили и санитарно-эпидемиологическую обстановку на курорте. Качество питьевой воды стабильное по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Морская вода на пляжах города в эпидемиологическом отношении безопасна. Массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не зарегистрировано. Речь зашла и об обеспечении безопасности отдыхающих. Если на пляжах работа спасателей ведется на должном уровне, то в рекреационных зонах их нет. И это уже ответственность управляющих за природными объектами. В ходе момента арендатором пикниковых инфекционных зон было рекомендовано в зонах прилегающих непосредственно к водным объектам. Устанавливает желание запрещающие технические покупания запрещено. Ручей на прахах сторонно, прохода нет, проход закрыт и так далее. Мониторинг и проверка рекреационных объектов продолжится, как и работа по выявлению правонарушений в сфере розничной торговли алкоголем. Его за последние 7 месяцев сотрудниками полиции было изъято больше 85 тысяч литров. Незаконное спиртное хранится на специальных складах до решения суда. Завершилось планерное совещание вновь обсуждением безопасности жителей и гостей курорта. Обговорили порядок действий мэрии во время проведения антитеррористических мероприятий на территории курорта. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Сочинские хирурги успешно лечат даже очень сложные заболевания. В 4-й горбольнице с помощью современного оборудования врачи спасли очередную жизнь. Нашему корреспонденту Елене Авсециной удалось пообщаться с пациентом и медиками. Многие годы Сергей Алексеевич занимался самолечением. Знал о наличии проблемы, но к врачам не обращался. Пока не дошло до воспаления с высокой температурой, его доставили в 4-ю горбольницу в отделении гнойной хирургии. Доктора так и говорят. Мало того, что гнойный псоид – редкое заболевание, еще и запущенный случай. Пришлось экстренно готовить пациента к операции. Раньше бы его отправили в Крылую столицу, теперь при наличии специалистов оперируют на месте. Сложность диагностики заключается в том, что начинается оно в глубоких слоях забрешенного пространства. С воспаления лимфатических узлов, располагающихся вдоль позвоночного столба. После их воспаления возникает их нагноение. При неблагоприятном течении и сопутствующих заболеваниях, как в данном случае, пациента имел место сахарный диабет. Он продолжал, в общем-то, ходить и жить. Уже с запущенным гнойным процессом. То есть, когда он из обрешенного пространства в поясничной области спустился по межклеточным пространствам на тулощ и даже на конечности. В данном случае одной операции не обошлось. Пришлось сделать их аж 14. Теперь об этом сложном периоде лечения, это два с половиной месяца, напоминают лишь рубцы. Сергей Смородин родом с Урала, но в прошлом году переехал на постоянное место жительства в Сочи. Где я живу, там, конечно, такого и не обслуживания я бы не увидел, и такого лечения бы, конечно, не увидел. И как специалисты, как хирурги, врачи, что они делали сложнейшие операции, конечно, и я очень благодарен им за проделанную работу. Но все удачно получилось, все зажило, все это я очень благодарен. Я практически пережил второе рождение, можно сказать, здесь это Сочи, это вторая моя родина получается. Теперь Сергей Алексеевич приходит исключительно на осмотр к врачу и обещает в будущем при наличии проблем вовремя обращаться за помощью к специалистам. Сегодня четвертая горбольница – это совершенно новый, уникальный медицинский комплекс. Это не только современное здание и новое технологичное оборудование. В первую очередь это серьезная подготовка медицинского персонала. Сложные операции могут выполнять только врачи, опытные, высокопрофессиональные. Елена Авсецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Четыре факта торговли табачными изделиями рядом с образовательными учреждениями выявлены в Сочи за минувшие сутки. Из торгового оборота изъято 710 пачек сигарет. Рейды по выявлению нарушений правил торговли проходили в рамках комплексной профилактической операции «Курорт-2016». В ходе проверки четырех магазинов полицейские установили, что сигареты там продавались на постоянной основе. Причем торговые точки находились менее чем в 100 метрах от входа в школу и детский сад. По данному факту составлены административные протоколы, санкции статьи предполагают крупный штраф с конфискацией товара. В отношении предпринимателей составлены административные материалы, которые будут переданы в суд для принятия решения по существу. И мы просим всех жителей и гостей нашего города, которые обладают информацией о подобных нарушениях, изобили сообщать в полицию по телефону 02 или 020. Сочинский школьник получил подарок от президента Якутии. Национальный сувенир «Чарон» привезли дети, которые приехали сюда на отдых. Вот с таких приветственных звуков национального якутского инструмента хамуса началась встреча юных якутских отдыхающих с сочинцем Володей Конаковым. Ему передали подарок от главы Якутии, который не так давно получил письмо от юного сочинца. Мальчик писал о том, что очень любит этот таежный край, рассматривает фотографии в интернете, но, конечно, добраться туда пока не получается. Якутия меня вдохновляла еще с детства. Меня очень привлекал этот регион своей загадочностью и удаленностью от нашего южного города Сочи. Историей Якутии сочинский школьник интересуется давно и серьезно. Это и было отмечено на странице в Инстаграм президентом Якутии Егором Борисовым, который нашел возможность отблагодарить Володю за любовь к региону. А книгу о северном крае попросил Володю передать мэру Сочи Анатолию Пахомову. Вообще дети, приехавшие из таких далеких мест, уже не первый год отдыхают в сочинском пансионате «Зеленая горка». Когда мы приехали, тут уже была жара. Потом пошли купаться на море. Было очень много людей. После морских купаний у ребят еще хватает сил, чтобы показать другим культуру своего народа. Именно культурой российских регионов так и заинтересовался сочинский школьник. В Бразилии продолжаются Олимпийские игры. И буквально каждый день российские спортсмены завоевывают в Рио медали разных проб. Золото России принесло и фехтование впервые за долгие годы в истории России. 22-летняя саблистка Яна Игорян накануне стала олимпийской чемпионкой. Тренер спортсменки за выступлением своей воспитанницы наблюдал из Сочи. Встретиться с Сергеем Семиным сегодня удалось нашей съемочной группе. Сегодня Сергей Семин в Центре спортивной подготовки «Югспорт» готовит очередных призерок, мастеров спорта, кандидатов в сборную России. Этим девушкам тренер всегда ставит в пример Яну Игорян. Ее настырности и стальной характер, отмечает Семин, в итоге сделали свое дело. Сегодняшнюю олимпийскую чемпионку Сергей Александрович тренировал с 10 лет. И все эти годы, говорит тренер, Яна отличается упорством и настойчивостью. Поэтому эмоции своей воспитанницы, которые она проявила в минуту победы, ему хорошо знакомы. Яна Игорян становится олимпийской чемпионкой. Вот это удивительная развязка боя. Спортсменка не может сдержать своих эмоций. Ну, я тоже поплакал. А потом, значит, в течение, наверное, двух часов у меня шли поздравления. Я не мог уснуть. А потом, когда решил лечь спать, я просто не мог спать. Меня вот просто вот все вот так вот. То есть я практически сегодня так подремал пару часиков и все. Я ее всегда только успокаивал. Потому что она рвется в бой, а ее нужно, наоборот, тормозить. Чтобы она, вот вчера был очень хороший показатель, она более-менее степенно фехтовала. Я считаю, что я вложил очень много здоровья своего. Думаю, что большой вклад я внес. После победы и сама Игорян отметила вклад Сергея Семина в ее долгожданную победу. Мой первый тренер, который и сейчас занимается со мной, Сергей Александрович Семин. Он тоже внес большой вклад в то, что я вообще стою здесь. Он мне помогал во всем. Все делал для того, чтобы я могла комфортно тренироваться и ездить на соревнования. Свой небольшой вклад в подготовку фехтовальщицы к летней Олимпиаде внесла и столица зимней Олимпиады. Два раза в год Яна Игорян приезжает на тренировки в Сочи. Здесь, рассказывает тренер, фехтовальщица проводит и свой отпуск. К слову, это первая золотая медаль для спортсменок СССР и России в индивидуальных дисциплинах по фехтованию на Олимпиадах с 1968 года. Напомню, Яна Игорян выиграла золотую медаль Олимпиады в Рио, победив в финале именитую соотечественницу Софью Великую. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи стартовали спортивные мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню физкультурника. Он отмечается уже на протяжении 75 лет. Этот спортивный праздник объединяет профессионалов и любителей ради одной цели – здорового образа жизни. Старт мероприятиям дали легкоатлеты. Традиционные соревнования по легкой атлетике прошли на центральном стадионе Югспорт. В забегах на 60, 100, 400 и 1500 метров, прыжках в длину и в высоту приняли участие воспитанники спортивных школ города. В числе сильнейших призеры спартакиады среди учащихся Кубани и лидер легкой атлетики в Сочи – кандидат в мастера спорта Екатерина Афлиди. К связи с каникулами и небольшим количеством спортсменов, выдающихся результатов на состязаниях не было. Тем не менее, тренеры по итогам выступления отбирали сильнейших для выступления на городском турнире. Он пройдет в октябре. Сейчас начинаем потихонечку комплектовать группы уже на новый учебный год, спортивные группы в спортивных школах. Эта школа у нас Олимпийского резерва номер один и детская и юношеская спортивная школа управления образования города Сочи, тоже номер один. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.